Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 27 марта, мы читаем мою книгу «Драгоценные истины из греческого языка». Наша тема сегодня — «Бегите так, будто от этого зависит ваша жизнь». «Бегите так, будто от этого зависит ваша жизнь». Стих на сегодня — 1 Коринфянам 9.24, в котором написано «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду?» Так бегите, чтобы получить. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на два слова из этого стиха — «Ресталище» и «Получает». 1 Коринфянам 9.24. Очень важно, что это послание к Коринфянам. Павел писал эти слова к Коринфской церкви. В Коринфе соревнования «Побегу» пользовались большой популярностью. Между Коринфом и городом Чинкрия раз в два года проводились известные эсмийские игры. И центральным событием эсмийских игр были соревнования «Побегу». Если сегодня отправиться на эту территорию Древней Греции, вы увидите места, где проводились соревнования. Можно увидеть отверстия в земле, куда вставлялись столбы, с помощью которых подавался сигнал к началу забега. Все это там. Раз в два года туда съезжались люди со всей Греческой империи, а позже — со всей Римской империи, чтобы присутствовать на этих играх. После Олимпийских игр, которые проводились в Олимпии, это были величайшие спортивные игры в мире. Многие люди хорошо зарабатывали в Коринфе на этих играх. Приезжали туристы, гости. И центральным событием, как я уже говорил, был забег. Спортсмены тренировались, тренировались, тренировались. Без конца, чтобы участвовать в этом забеге. Они готовились, тренировались, выкладывались на все сто, потому что награды были просто невероятные. Просто невероятные. Победивший в этих играх становился героем до конца своей жизни. Люди приезжали отовсюду. Из Коринфы, из Щенкрии, из Афин, из Рима, изо всех уголков мира. Они заполняли стадион и наблюдали за происходящим. Слово «ресталище» в этом стихе произошло от слова «стадион». Стадион такой же, как тот, что я вам описываю. Когда коринфяне читали этот стих, именно этот образ представал перед их глазами. Ведь это была часть жизни их города. И именно поэтому Павел воспользовался этой иллюстрацией. Зрители наполняли стадион длиной примерно 180 метров и вместимостью 35 тысяч человек. Это лишь одно из соревнований. Люди постоянно сменяли друг друга, приходя на различные виды соревнований. Бегуны, готовясь к соревнованиям, понимали, что все в их жизни зависит от результата их забега. Они бежали изо всех сил. Они сосредотачивались на финише. Болельщики вставали и смотрели с изымлением на то, как быстро бежали эти атлеты. И когда первый из них пересекал финишную линию, трибуны ликовали, а потом начинался новый забег. Павел написал, бегут, бегут все. А это значит, что в забеге участвует не один человек. Мы все участвуем в этой гонке. Я бегу, и вы бежите тоже. В каком вы забеге? Я в забеге Божьего призвания для моей жизни. Бог призвал меня участвовать в этой гонке и вложить в нее все свои силы, все свое сердце. Бог призвал меня бежать так, словно от этого зависит моя жизнь. «Если я буду лениться, если не буду стараться, я не дойду до финиша». Вы тоже участвуете в забеге. И если вы не будете относиться к этому серьезно, вы не завершите забег. На вас смотрят ангелы, и за вами смотрит Бог. На вас смотрят ваши соседи и другие верующие и неверующие. Люди на трибунах смотрят, как вы живете, какая страсть наполняет вашу жизнь. Павел говорит «бегите», а потом говорит «бегите, чтобы получить награду». Вот таким должно быть наше отношение. Мы не остановимся, пока не получим награду. А слово «получить» по-гречески — «ката ламбана». «Ката» значит «нечто, сходящее сверху вниз с огромной силой». Слово «ламбана» значит «обнимать». Если соединить эти два слова вместе, «ката ламбана», значит «обнять», «прижать», «ухватиться», «повалить на землю», «овладеть». То есть вы должны бежать до тех пор, пока не достигнете того, к чему призвал вас Бог. Не останавливайтесь, пока не овладеете, пока не ухватитесь, пока не получите это. Бог желает, чтобы таким было ваше отношение к тому поручению, которое Он определил для вашей жизни. Если вы взглянете на себя и на то, как вы бежите, вы сможете достигнуть цель? Вы овладеете ей? Сможете ли вы исполнить то, к чему призвал вас Бог? Или вы просто хотите отсидеться, делая вид, что вы чем-то заняты? Прикладываете ли вы усилия, чтобы пробежать свое поприще? Вы не добежите до финиша и не исполните предназначение, если не приложите все свои силы. Вознаграждение велико. Когда вы исполните Божье призвание для своей жизни, когда вы выполните свое предназначение, Бог даст вам еще более великое призвание. Вы будете переходить с одного уровня на другой, от веры в веру, от славы в славу. Но вы не сдвинетесь с места, на котором находитесь сейчас, если не исполните то, что было поручено вам на это время. И только после этого Бог призовет вас на новый уровень. Бегите изо всех сил и не останавливайтесь, пока не достигнете цели. Субтитры создавал DimaTorzok